Я Александр, я руководитель маркетингового агентства, консультант, преподаватель. Немножко такой философский вопрос. Я раньше всегда считал, что основная задача искусства — нанести людям что-то вечное, доброе, делать человека лучше. Когда мы в прошлом году стали прорабатывать семинар для родителей детей и подростков на тему информационной и мировоззренческой безопасности детей и подростков, когда мы серьезно изучили эту тему, мы поняли, что культура и искусство — это инструмент управления обществом, прежде всего, инструмент, простите за грубую формулировку, организации стада. Вопрос вам, как человеку искусства. В чем вы видите основную задачу этого искусства, особенно сейчас, прямо сейчас, в нашем стране? Спасибо. Спасибо большое. Вопрос, знаете, я не зря сказал, что есть творчество, а есть искусство. И вот это новое искусство, это вот старое искусство, не бывает новое искусство. Есть искусство и все. Что касается функций искусства, все зависит от того, в чьих руках оно находится. И если я опять вернусь к советскому периоду, оно находилось в руках советской власти, в которой, да, была протократия, было огромное количество перегибов, но правительство заботилось о благосостоянии страны, ну, в той социалистической системе, в которой оно существовало. Реально заботилось. И если кто не в курсе, коэффициент рождаемости, есть такая вот штучка. В 1961 году был в два с половиной раза выше, чем в 2019. А благосостояние государства можно измерять по тому, как растет или падает чистость населения. Так вот, тогда искусство, цензурированное в жестких рамках редактуры профессиональной и цензуры идеологической, оно несло совершенно определенную информацию. За добро, ну, мы говорим о запуте, за любовь, за взаимую помощь, выручку, за страну, за патриотизм. То, что происходит сейчас, вне какой-либо идеологии руководства, сейчас у нас отдельно Министерство культуры, а отдельно произведение культуры. У нас есть основа, это называется, документ об основах культурной политики и также законный театр. Там есть две статьи, в которых сказано, что чиновники государства не вправо вмешиваться в художественные произведения. Это тоже 98-й год, по-моему. То есть, делай, что хочешь, это государственные деньги. И это нонсенс, это категорически нельзя, мы сейчас это пытаемся менять в Думе, в Думе и в Министерстве культуры. Нельзя допускать, чтобы деньги налогоплательщиков шли на произведения искусства и культуры, которые разлагают этих же налогоплательщиков. Это нонсенс, который пока существует в нашем государстве. И пока существуют эти Бакамоновы, Свягинцевы и прочие шваль, которые не являются художниками. Которые несут свои комплексы, свою ненависть, свой разврат и свое извращение людям. Этого не может быть. Так что дело не в самом искусстве, а в том, кто находится во главе и кто управляет этим продуктом, который появляется на немых искусствах и культурах. Это очень важно. Дмитрий Александрович, кстати, приехал из Вологды, специально на встречу с вами. Из Вологды. Это с севера. У нас есть... Да, в курсе, это правда. На всякий случай. У нас есть вопрос от юной зрительницы. Меня зовут Екатерина. Дмитрий Анатольевич, как вы стали вот таким артистом? Зачем ребёнка на музыке? Самый неинтересный для меня вопрос. Она сама. Случайно стало. Не хотел, честно. Я не знал, когда я поступал в институт театральный, не знал, что это за профессия, не знал, какой конкурс, не знал вообще, что там нужно делать. Просто я после школы пошёл по стопам своего брата, он закончил в это время педагогический институт, биофак. Я пошёл поступать туда же, потому что я не знал, кем я хочу быть. У меня было одно желание в детстве, такое вот, в 10 классе, очень мудрое, уехать в другой город, поступить в любой институт и жить в общежитии. Вот, вверх моих мечтаний был. Но я, во-первых, не уехал, в другой город, во-вторых, не поступил в педагогический институт, потому что у меня нашли шпарналку по химии. Это идеальная шпарналка, там, как спиччный коробок, вот такой размер, и в треть спиччного коротка толщина, но там было три учебника по химии, переписано, с формулами химическими. И после этого пошёл работать на завод, работал фрезеровщиком, я запомнил на всю жизнь, 4 месяца, 20 дней. А когда работаешь, у тебя 200 деталей, одни и те же, ты замеряешь, вот эта вся механика, в голову вверзут дурные риски. Вот я и решил стать артистом. Аплодисменты. Есть ли ещё вопросы? Поднимайте руки. А можно два вопроса в одни руки? Можно, в эти руки можно три даже. Хорошо, у вас есть ещё два вопроса. Валентина Николаевич, здесь ещё вопрос. Вот такой вопрос, вы сейчас сказали, что вы не знали, кем хотели стать. И я сегодня, когда вошла в здание, увидела, что очень много молодёжи подросткового периода, у меня у самой дочки 15 лет, 8 класс, и у нас тоже сейчас стоит тот острый вопрос, что она не знает, кем она хочет быть. Но тем не менее, диктует правила наше, ну как это, государство, или, как сказать, наверное, даже, скорее, взгляды, да, на жизнь, как от бабушек. Нужно уже понимать, кем ты будешь, нужно знать, ты уже должна пойти туда-туда, вот если ты умеешь петь, иди пой, если ты умеешь танцевать, иди танцуй. Ну и, а вот на ваш взгляд, какой оптимальный возраст, понятие, вот, чтобы человек осознал, вот я хочу быть этим, там, я не знаю, врачом, юристом, или действительно актёром, может быть. Ну, предположим. И вот много молодёжи, и я, как мама, мне бы очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Как вас зовут? Алина. Алина, знаете, вам повезло, у вас дочка. Потому что у неё в любом случае есть шанс не париться, в конце концов, а профессия, стать прекрасной мамой. Знаете, вот этого нам сейчас так в стране не хватает. Я вот у себя в округе, или не только, общаюсь с многодетными мамами, вы не представляете, что это за счастье, вот, когда они, я думаю, как, когда они успели. У нас в доме там сидит Анна Юрьевна Кузнецова, у неё пятеро детей, вообще не понимаю, что это такое. Поэтому здесь с девочкой проще, я так думаю, во-первых, у меня сына пятнадцатая. Но я так думаю, сейчас торопиться, так, быстро, так, давай, куда, куда, так, в красивый или в умный, куда мы сейчас, петь или на столке. Не надо, во-первых, суетиться не надо. На всё воле Божьей. Господь поставит туда, где человек должен быть. Надо спокойно заниматься образованием, слушать себя, быть любопытным к миру. И понимать, иногда приходит какой-то шанс, а мы не услышали. Надо к этому спокойно, тем более, я ещё раз говорю, с девочкой реально проще. Профессия для женщины, она всё-таки, на мой взгляд, не самая главная. Самое главное для женщины то, что не могут делать мужчины. Потому что женщина может быть даже космонавтом. Но космонавт – женщина. Никак. Понимаете? У нас здесь ещё один вопрос из Сумрака. Прошу вас, молодой человек. Добрый день, Дмитрий Анатольевич, меня зовут Максим. Из Сумрака выйдите, пожалуйста. Из Сумрака. Вопрос в следующем. Если вернуться в начало творческой карьеры и встать на путь выбора, скажем так, идти снова в актёрство, либо выбрать что-то другое. Если выбирать что-то другое, что? Вы – уракул, Дмитрий. Это вы мне предлагаете выбор, что ли? Я имею в виду относительно вашей жизни. Слушайте, я уже с этой профессией закончил. Я понимаю, поэтому и вопрос из этого, если я… Ну, уже всё, выбор сделан. Нет, знаете что? Истории все, с вами говорят, наклонения не пишутся. И меня Господь поставил вот в это место. И вот профессионально с 85-го года я этой профессией занимался. Сейчас я занимаюсь отчасти другими делами немножечко. И оно мне интереснее, поскольку не то, чтобы я что-то нового не могу открыть в своей профессии, я думаю, что не могу. Но у меня есть возможность заниматься похожим чем-то, но с большим КПД. У меня есть музыкальный… Я, кстати, вот здесь был, мне говорят, играл в этом зале. Никто не был? Почему я не боюсь? Нет. А в прошлом году, говорят, я здесь был. Есть свидетели? Родители. Что вы говорите? Родители были. Родители были. А что было? Что они говорили? Прекрасный был, очень душевный концерт. Был концерт. Душевный концерт. Душевный концерт. Вот. Есть живые свидетели. Родители. Родителям привет. У меня есть, я уже говорил, в концертной программе музыкального шедевра Советского кино. У меня есть группа музыкантов. У нас полный состав 13 человек. Профессиональные люди. Я профессионально пою, не боюсь об этом говорить. У меня есть возможность за полтора часа сыграть 20 ролей. Если это 20 песен в концерте. И при этом о чем-то поговорить. О том, о чем меня лично волнует. Или что меня радует. Или что меня бесит. Или поговорить о том, на чем я готов плакать. Это все в рамках одного концерта. Театр. Я выхожу на спектакль. И три часа я играю одну роль. Одну. Даже если гениальный спектакль. Но это все равно. Я исполняю что-то одно. Даже пусть очень хорошее. В несущий свет. Та-та-та-та-та-та-та. Я, честно говоря, наигрался. Есть артисты, которые гораздо больше меня сыграли в кино. Да и в театре. Но для меня сейчас уже нету. А как оказалось, пандемия выявила. Что я не являюсь настоящим артистом. Настоящий артист – это тот, который не может без сцены. Я вот реально могу. Я не скучаю. Семь месяцев пандемии вдруг открыли, что я… Да, на этом очень много играл. Я думаю, ну месяца два отдохну, конечно. А потом вот на стольки, сцена, свет. Зрители – не. Я никаким ничего. Я не настоящий артист. Я могу прожить без этой профессии. Но у меня есть музыкальный проект. И есть сейчас Государственная Дома, которая отчасти помогает мне расширить мои возможности. Потому что помогать людям я пытался давно. И чем он помогал в различных областях. Сейчас у меня есть возможность делать это конкретно там в своем округе, когда приходят люди с своими медами. И пишут со всей страны. И есть возможность на уровне федеральном, на уровне страны, что-то делать полезное для людей. Для людей. И я очень рад, что пришел именно в то время, когда присоединилась к нам Донецкая, в Урганской республике. Я нажимал на кнопки, и это был мой голос. И ратифицировал, тоже был мой голос. Я не рассматриваю вариант. Вот я вернулся в прошлое. И говорю, ты будешь артистом или нет? Дуже все случилось. Это такие сказки немножечко для молодежи. Все так, как есть. Мне в этом году будет 60, у меня все хорошо. Аплодисменты. Есть вопрос от юных зрительниц. Выходи сюда или мне до тебя дойти. Выйдешь? Выйдете, микрофон просто. Дмитрий, а как вы относитесь к школьному театру? Я вообще к любому театру, где артисты играют бесплатно, отношусь гораздо лучше, чем к профессиональному. Потому что там люди получают удовольствие и идут туда прежде всего за тем, чтобы заняться тем, что им хочется, а не за зарплату. И там либо человек там останется и будет все время, либо он помечет не его и уйдет, потому что жалко время и деньги не дают. Так что к школьному театру отношусь хорошо. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич, меня зовут Марина Витальевна. У нас в школе театр. И сейчас несколько воспитанников здесь сидят. Это возраст 4-5 класс. И прозвучала такая болевая немножко нотка про мальчиков. То есть актерство не мужская профессия. А как же без мужчины быть в театре? Вот, может быть, вы что-то немножко другое как-то имеете в виду, что-то, я не поняла. Но вот что бы вы для моих мальчиков посоветовали, которые занимаются в театре школьном? Я не против мальчиков и мужчин в театре. Пусть будут, мужские роли должны играть мужчины, я уверен в этом. Но я, опять же, убежден, что это не мужская профессия. То есть не нужно мальчикам и мужчинам. Вот. Ставим младенцем глаголик истинно. Я сказал, не нужно мальчикам и мужчинам. Вот, подтверждаю. Не нужно мальчикам и мужчинам. Все. Как не сыграло. Не учился. Но, в общем, я говорю лишь о том, чтобы вот эта профессия не стала их вторым я. Не надо становиться. Сейчас начал, хотел несколько фамилий сказать. Не буду. Не надо. В общем, которые много снимаются в рекламах банков. Вот таким и не надо быть. Это опасно. Потому что, если кто не в курсе, мы все умрем. Вообще все. Самые маленькие даже. Но беда не в том, что у Рэш, а в том, как и за что. И что мы оставим после себя. Понимаете? И есть вопрос. Прошу вас, Антон. Вставайте. Дмитрий Анатольевич, добрый день. Хотелось бы перейти вот немного от сцены к вашей средственной трибуне с точки зрения вашей политической карьеры, но под тем же ракурсом актерского мастерства. Помогают ли вам вообще актерские навыки в общении с электоратом, с вашими избирателями, вещание с трибуны Государственной Думы? А какие, может быть, основные способы, какие-нибудь приемы используете? И стоит ли это, во-вторых уже, стоит ли оставаться именно человеком, а не актером в политической карьере? Стоит ли быть искренним? Спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, нет, моя профессия актерская заканчивается, вот как я выхожу со сцены или из кадра, и все. Дальше человек. Изображать что-то и пользоваться, значит, своими талантами, когда ты выходишь на трибуну, бессмысленно. Потому что я не для этого пришел в Думу, чтобы продолжать там что-то изображать. Я за 40 лет вот так вот наигрался, и мне интересно говорить о том, что у меня болит, о том, что меня волнует. И это не связано никаким образом с тем, что я артист. Я там существую как человек, прежде всего, и как активный, извините, гражданин. Мне интересно, что помогает, вот, например, первый год моего знакомства, ну, моего пребывания в Думе, в том, что мне проще находить контакт с людьми. Они ко мне подходят как к любимому артисту и, там, известному человеку, депутату. И мы как-то очень быстро находим общий язык. И мне проще, если у меня какие-то есть надобности, там, поговорить с там, в какой-то комитет или с кем-то еще. Меня как-то быстрее воспринимают, проще. Никак. Я же для хорошего фракции новые люди, они для всех действительно новые. Ну, а я самый известный из новых. Поэтому только в этом смысле. Ну, то, что я там в каждом ящике телевизионном блыке в какое-то время, это помогает. А так нет. Я понимаю, что когда выходишь говорить о чем-то на трибуну, на эту, ты должен быть внятным, доходчивым и убедительным. Это не актерская история. Это все-таки больше к ораторскому искусству, и не все депутаты им владеют. Потому что человек, может быть, выйдет с прекрасной мыслью, но говорит, что ну, постепая, не нужно, мы ADRI, не нужно, ура, вообще ничего не понятно. Здесь нужно быть, конечно, внятым человеком, и я стараюсь по редким выходам на трибуну, например, на заседаниях, чтобы они были конкретными убедителями, прежде всего. Я бы хотел выносить последний вопрос. Спасибо большое, Наталья Киселева. Дмитрий Анатольевич, такой вопрос. Что лично для Вас было тяжелее, постигать актерскую науку или, напротив, передавать свое мастерство потокам студентов, которых Вы обучаете? Спасибо, хороший вопрос. Насчет постигать, я не уверен, что я ее постиг до конца. В любом деле можно совершенствоваться бесконечно, как это делали великие наши артисты. Обучение студентов, вот к нам приходят иногда родители и спрашивают, слушайте, а это что, везде так вот театрально? Вот так вот, он в 7 утра уходит и в 12 приходит, вот такой. Мы говорим, да, у нас такое обучение. Вообще, я вот, когда поступил в институт, я был здоровый спортсмен. Леша Серебряков, мой друг, назвал меня артист-шкаф. Я регулярно просыпал свою станцию метро, когда учился на первом курсе. Просто не было сил проснуться. Это реально очень тяжелое обучение, потому что помимо лекций, вообще образовательных, которые есть у всех, есть еще и танец, сцен движений, фехтование, вокал и мастерство актера, где все это вместе может быть перемешано. Плюс эмоциональная загрузка. Обучение действительно тяжелое, и физически, и психически не все выдерживают. Но я скажу вот что, по поводу того, как их учить. Я, в отличие от моей жены, непрофессиональный, у меня нет таланта педагогического, я скорее такой режиссер, редактор, я могу исправлять то, что вот, вижу, что неправильно. А что-то создавать с ними мне труднее гораздо. Есть люди, которым вот Господь дал, вот такой вот талант, действительно, работать с детьми, и быть и режиссером, и наставником, и находить вот эти самые костыли, которые помогают каждому из них в профессии расти. Но я скажу вот что. Самое главное, что произошло в моей жизни, когда мы начали заниматься категорикой. У нас с женой есть все премии, награды, лауреаты всего, ну, что можно было получить, но мы получили. Но такой радости, которую мы испытываем, когда у них, у учеников, что-то получается, у нас не было никогда. И вот эта радость гораздо круче, глубже, пронзительнее, чем все, что мы испытываем до сих пор. Когда у них получается, я вижу зрителей, я вам что-то рассказывал. Мы сидели, как раздель, в театре Волково, мы привезли спектакль по Арбузову, и я сидел в ложе, там, сбоку, и смотрел на зрители, которые стоят в финале спектакля, со слезами на глазах, аплодируя нашим ребятам, студентам четвертого курса. Такой радости я никогда в жизни не испытывал. Они, конечно, все вампиры, они, конечно, все спиногрызы, они все разные, конечно, но иногда от них можно получить вот такой вот заряд, и поймешь, что вот эти бессонные часы, эти врачи, эти поездки какие, эти лекарства, эти бессонные ночи, эти разговоры, эти нотации, эти репетиции, все это не зря. И самое главное, я считаю, что профессиональных педагогов много, но самое главное то, что они получают, наблюдая за нами, вот, допустим, с женой, как с сборской парой, и общаясь с нами, именно с нашей психофизикой, с нашим отношением к миру, они все равно что-то впитывают из того, как мы смотрим на людей, на них, на мир, на профессию. И очень приятно, когда вдруг иногда это, видишь, что, о, попали. Здесь, здесь, вот я уже рассказывал все это, у нас уже на тех прошлых двух курсах уже шестеро детей. Они рожают? Они молодцы, это самое главное. Так что вот так вот. Дмитрий Анатольевич, аплодисменты звучат на имя первой части «Стекло». Мы продолжим вопросы во второй части.